Психолог общественной организации от всей страны, Косова Мария Владимировна. Ребят, синдром ПАС это синдром отчуждения родителя. Это такой термин, который Ричард Гарднер ввел в начале 80-х годов. Я вам расскажу о признаках этого синдрома. Может быть кто-то узнает своих детей, к сожалению. Первый симптом это явные противоречия в рассказе ребенка о отчуждаемом родителе. То есть ребенок может какую-то гадость рассказывать про родителей, через минуту он уже спокойно с родителем играет. То есть такое противоречие. Ребенок может обладать вполне себе взрослой информацией про родителей. То есть количество папиных и маминых любовников, какие-то материальные вещи, какие-то алименты, не алименты. То есть такая достаточно взрослая информация, не для детских голов, к сожалению. Вот эту информацию ребенок может как-то выдавать на экспертизах или просто в общении с вами. В основном у нас здесь отцы присутствуют, может быть как-то сталкивались с этой проблемой. Также ребенок, конечно же, естественно, дружит с родителем, с которым он совместно проживает, против отчуждаемого. Вот такая коалиция получается, да, ребенок-родитель. И если вы внимательно послушаете обвиняющие тезисы, обвиняющие какие-то высказывания вашего ребенка, вы можете заметить, что ребенок, все эти обвиняющие тезисы, обвиняющие все эти тексты, как будто бы, стоя на табуреточке, как я сейчас, пытается выдать, как будто заученный стишок. То есть они заученные, и это видно, да, когда ребенок совершенно не проявляет эмоций, просто балдит про то, что там второй родитель, такой-то, такой-то и такой-то, причины такие-то, такие-то, как будто бы все выучено на зубок. Ребенок также может обращать на себя внимание тем, что он себя позиционирует более слабым, менее здоровым, чем есть на самом деле, чтобы привлечь к себе внимание. Да, это еще один такой механизм, который включается у ребенка. И часто можете слышать, как ребенок жестко, очень негативно ассоциируется с отчуждаемым родителем, да, то есть ты весь в отца, в мать, нам нужно подчеркнуть, ты весь в Ивановых, да, вот ты плохо поступил, поэтому ты весь в них. То есть такая жесткая ассоциация каких-то негативных проявлений ребенка с родителем, которого отчуждают. Как вы думаете, что происходит в голове у такого ребенка? Ничего хорошего, вот мне тут подсказывают. Да, к сожалению, ничего хорошего. Дети наши неизбежно вырастают. И вот вырастая, получается два варианта. Вариант номер один. Уже взрослый человек, уже повзрослев ребенок, начинает враждовать с родителем, индуктором так называемым, да, с родителем, который пытался отчуждать второго родителя. Да, он становится врагом. То есть фактически родитель-индуктор воспитывает себе врага. Такой человек, он очень часто враждует не только с родителем, индуктором, но он враждует со всей окружающей действительностью. Он не чувствует ни своих личностных границ, ни чужих личностных границ. То есть он очень как-то сложно, очень воинственно ориентируется в окружающем мире. И есть второй вариант развития событий. Ребенок полностью индуцированный, когда-то ребенок, да, вырастает в неуспешного взрослого. Неуспешного во всех сферах. Неуспешного в работе, неуспешного в семье. С рядом комплексов противоречий и проблем. Причем зачастую вот это вот индуцирование, вот это вот отчуждение, оно может не запомниться сознанием, но оно лежит глубоко в подсознании. Да, вот эта проблема отчуждения. И еще такой один момент. Ребенок, которого отчуждают от второго родителя, он часто демонстрирует отсутствие потребности в любви вот этого второго родителя, которого отчуждают. Но я подчеркиваю слово, что демонстрирует. Он не чувствует этого на самом деле. На самом деле эта потребность есть. И вот, дорогие папы, которые здесь собрались, может быть, где-то отчаявшиеся, у ваших детей любовь к вам есть. Вот хорошая новость, правда, есть. Вот она где-то на подкорке записана. Вот какие бы проблемы ни были, что бы вокруг ни происходило, информация о вас у него есть всегда. Просто вопрос в том, как дальше будут развиваться события. Вы знаете, здесь очень много говорили про политику, про законы, про деньги, про алименты. Ребят, а что мы забыли? Кто понял, что мы забыли, про что мы не говорим, что мы табуировали здесь? С чего начинается вообще семья? С любви. Что-что? С любви. Спасибо, конечно же. Ребят, на самом деле, очень часто, даже вот замечая на митингах, на собраниях, мы забываем про это слово. Да, я не буду вас дальше мучить. Я свое выступление закончу словами, которые были мной прочитаны в одном из крамов полуострова Карфу. Но, на мой взгляд, очень правильные слова. Я даже вот слово в слово записала, чтобы ничего не перепутать. Ребят, на самом деле, без любви у нас все превращается в ничто. Без любви ответственность вызывает раздражение. Без любви воспитание у нас превращается в нотации. Правда без любви делает человека критиканом. Приветливость без любви превращается в лицемерие. Ум без любви превращается в хитрость. Компетентность без любви превращает человека в неуступчивого. Честь без любви. Ребят, это воскомерие, на самом деле. Сейчас вот, внимание, власть без любви. Знаете, что это такое? Насилие, конечно. А вера без любви, это религиозный фанатизм. Ребят, любите своих детей, любите своих жен, стройте семьи. И мне очень хочется, чтобы вы на самом деле были счастливы и о любви никогда все-таки не забывали. Спасибо. И женщинам тоже я хотела бы об этом сказать, конечно. Но я надеюсь, нас женщины все-таки слышат. Спасибо. 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 Спасибо.